Вообще-то я попала в буги-вуги изначально. Меня привел коллега, потому что в школе был набор. Причем приводил у меня год, он мне год твердил о том, какие прекрасные танцы, как у них там весело и хорошо, потом забил. И вдруг в какой-то момент я увидела объявление о наборе, нажала на кнопочку на сайте и записалась в группу. Не в ту, которую рекламировал коллега, а случайно попала в новую группу Оля. Это была ее первая группа. У нее была до этого нулевая, которая не выжила совсем через месяц. А вот я попала в первую группу и с тех пор живу. Это был еще курс буги-вуги. Но через месяц буги-вуги закончился, начался линди-хоп, чему я очень рада. Это был февраль 2003 года. Где-то на первых занятиях мне рассказали про всякие лагеря и поездки, которые светят в этих танцах. А так как я тогда еще ни разу не была за границей, меня это очень заинтересовало. И хотя, конечно, у меня были сомнения, что типа, ой, не туда пришла, мне еще не получается, я очень толстая, не в рот. Но решила, ладно, вот сейчас вот Франция маячит, съезжу в эту Францию и все. И после этого уйду. Цель будет достигнута. Мне помогут съездить. Франции не случилось. Слезо случилось в Швеции. Лагерь Херанг, в который я поехала, взяла опять-таки курс буги-вуги. Но забродя в первый же день на вечеринку Леди Хопа, я поняла, что вот, вот, вот здесь я останусь, пожалуй, навеки. Как я вдруг начала преподавать Леди Хоп? Это началось с еще одного танца, Бальбо. Значит, после вот того моего года в Швеции, в шведском лагере, дозвание Херанг, я поехала в Санкт-Петербург. Там был такой фестиваль, свинг-фест, на котором были преподаватели Линди. Вот там я уже взяла себе курс Линди Хопа, наконец-таки. Но бонусом там был еще курс Бальбоа. Давали его Фабриса Джеральдина. Попробовав этот танец, я поняла, что вот теперь я совсем пропала. То есть Бальбоа мне понравился очень. Но так как у нас его никто не танцевал в Москве, я решила, что его буду танцевать я. И воспитаю-ка я себе несколько партнеров. И я, значит, достала где-то видеокассет, там что-то еще, и стала изучать танец по видео. И начала преподавать я таким образом Бальбоа. Вот, даже называла это не преподаванием, называла я это как бы шарик, деление знаниями, которые у меня есть про Бальбоа. А еще я сидела на занятиях начинающих групп у Оля, когда она вела. И подхватывая тех, кто опоздал на набор, допустим, там на месяц, на два, но очень хотели влиться, потому что наборы у нас были редко тогда, не так, как сейчас, я их, собственно, догоняла до группы. Там, объясняла самые какие-то там базовые штуковины. После чего они успешно вливались в группу. Проградательный дихоп, свою группу я начала вести достаточно поздно, то есть к году 2006. 2006. Да, оттуда люди, конечно, ходят, танцуют сейчас, появляются, один человек даже преподает, правда, в Смоленске. Паша. Есть люди, которые приходят и горят всем этим, они и после занятий ищут там всякие мастер-классы, опенеры, поездки, там все такое. Сами организовывают все эти вечеринки. А есть некоторые, которые отделываются, и это как бы зависит от чего, как люди подберутся в группу. Конечно, вот со людьми второго как бы разряд немножко сложнее, потому что должен быть фидбэк, обратная связь с учениками. Если ты не получаешь от обратной этой подпитки, то, конечно, становится тяжело. Вот они приходят, они тратят свое время, свои деньги, но при этом не особенно внимательны и получают процентов 20 от того, что прозвучало, хотя это нужно даже не для того, чтобы они стали какими-то мастерами, супер-мега-мастерами, профессиональными танцорами, а просто для того, что это им помогает получать гораздо больше удовольствия, когда они приходят на вечеринку, начинают там танцевать, и если бы они умели больше, они бы могли выразить больше. Это совсем другой уровень удовольствия в танце. Вот это меня немножко удивляет. Но такое встречается нечасто. То есть чаще всего все-таки люди загораются и отдают энергию в ответ. Мне очень нравится работать с начинающими людьми, именно потому что я вижу радость вот ту первобытную, когда они приходят и ощущают эти первые полгода эту радость, я вспоминаю себя, и меня это очень греет, меня это очень вдохновляет и оживляет. Преподавателей мирового уровня, конечно, много, они все очень разные, очень интересные. Мне, в принципе, нравится быть на занятиях преподавателя и вылавливать мелкие вещи у каждого. Как они справляются с тем, с другим, то есть как они устраивают занятия, как они на что акцентуют. И даже, в общем-то, не особенно переживаю, если вдруг не попало в какой-то там высший уровень, потому что все равно на любом уровне можно узнать очень много интересного. Даже если не о том, как танцевать, то о том хотя бы как преподавать. То есть у меня сейчас двойной интерес в занятиях. Мне, безусловно, очень нравился Фрэнки, да, это, конечно, ну, такой очевидный момент, но помимо того, что он был очень, как бы, драйвовый танцор, при том, что у него возможностей физических было уже мало, ему было там, когда я его видела там от 91 до 94 лет, но танцевал он очень драйвово, минимальными движениями он водил весь зал. Зал бросал танцевать и смотрел, как танцует Фрэнки Мэннет. И он был совершенно прекрасный человек, очень дружелюбный, очень смешливый, он постоянно смеялся этим своим характерным смехом. И вот, конечно, Фрэнки очень не хватает. Вот это тот преподаватель, которого хотелось бы всегда иметь рядом, видеть возможность, потрогать, потанцевать с ним. Все просто, ну, те, кто давно занимаются и во всем этом варятся, знают, что нет четкого определения, и в этом основная проблема. Четкого определения нет, но терминологии все понемножку пользуются, так или иначе. И поэтому возникает путаница. И мне кажется, надо не столько всем рассказать, что такое стили, сколько объяснить, что мы имеем в виду вот эту нашу терминологию, которую мы используем. То есть что мы имеем в виду? На самом деле мы не определяем ничего жестко, да? Мы просто как какие-то условные обозначения между людьми. То есть они поймут, о чем речь, но это не статья в энциклопедии, что вот это слово означает строго вот такой стиль. Есть музыка разного временного интервала, там эпохи, есть музыка разного характера, разного содержания. Под нее идет разная стилистика и движение, и даже танцы. То есть если совсем музыка такая старая, 30-х, ранних 30-х годов, то поздних 20-х, то, конечно, логичнее будет танцевать таким немножко старым стилем. То есть не зря люди его придумали. Если это более сочное какое-то звучание, то уже можно вплести и какие-то более современные тенденции. Вот это вот состояние люди-хопа, это не мое, да, лхэнм. Оно случалось у меня тоже как бы регулярно, несколько раз, неоднократно. Но как бы мы, как других и себя, все успокаиваем, что это только вопрос роста, что что-то мы преодолеваем, куда-то мы идем. Так, чтобы интерес потерять, такого не было. Вот была потеря, возможно, каких-то ориентиров и оттуда растерянность, и такая мысль, что вдруг все-таки это не мое совсем, я трачу время. Но это проходило. Да, все-таки, мне кажется, это мое. Вот это поразительный вопрос, почему до сих пор я всем не занимаюсь. Оно приносит до сих пор вот этот драйв, радость и кайф, и счастье, как в начале. Ну, оно другого уже может быть характера, вот это счастье. Оно, естественно, меняет процессию. Но оно есть, никуда не девается. И меня это по-прежнему очень радует. Мы когда ходим иногда в какие-нибудь кафе, там, клубы танцевать, и люди, которые вокруг сидят, просто гражданские, да, подходят, спрашивают, типа, о, ребята, вы профессионалы, там. Мы говорим, да нет, мы просто в них танцевать. Нет, ну вы же так профессионально танцуете. Вот для меня это примерно то же самое, как если человеку, который выучил английский язык для того, чтобы поедать, да, и где-то там общаться, называть сразу переводчиком. Он не переводчик, это просто знание иностранного языка, это просто очень полезный какой-то жизненный бонус. Вот то же самое мне хочется, чтобы люди поняли про линдихоп, что это просто еще одно средство общаться с людьми. Это всего лишь одно такое умение, с которым просто интереснее жить. Вот чтобы это не относились сразу, как к какой-то профессиональной области жизни. Хочется, чтобы линдихоп как-то вошел в такой привычный обиход людей. Вот как сейчас все катаются на сноуборде, например, да, но сноуборд очень затратный, нужно куда-то выезжать, покупать оборудование, какую-то амуницию и так далее. Линдихопе ничего этого не надо. А удовольствие сравнимое абсолютно по степени радости, счастья, развития тела и прочего и так далее. Поэтому хочется, чтобы люди в это поверили. Продолжение следует... Поком, это был свой звон. Продолжение следует... Продолжение следует...